Доброе утро! У нас в Риге наступили очень приятные теплые дни, не менее приятные теплые вечера. Мы вчера гуляли вечером в ботаническом саду. Я много фотографировала и заметила, что в оранжерее продается цеперус. Я их очень люблю. У меня какая-то прямо к ним тяга, страсть. Может быть, что-то из прошлых жизней. Может, где-то я там в Египте жила. Поэтому сегодня хочу сходить, пока он еще там есть, надеюсь, успеть его купить. И в мое отсутствие покажу вам небольшое слайд-шоу, снятое вчера из всего того, что сейчас у нас в ботаническом цветет в это время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Ну вот, я и пришла из сада. Субтитры создал DimaTorzok 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 Пересаживать его надо было точно в перчатках как кактус какой-нибудь Ну он такой красавец Не знаю вот на самом деле трудно объяснить Иногда пристраивстие к каким-то определенным растениям Может быть на самом деле где- то в какой- то прошлой жизни мне приходилось иметь дело с ним. Поэтому как старый знакомец какой-то Очень люблю Циперусы Их редко когда в магазинах их никогда не увидишь. Вот пару раз я покупаю упала в ботаническом саду они мне неплохо росли какой-то момент они зимой у меня бывает погибали потому что все-таки не та атмосфера им нужна тоже влажность и они должны постоянно в общем-то стоять в воде зимой вода холодная в общем но надеюсь сохраню потому что интересно конечно растения хорошо бы иметь дома оранжерею и у бассейна где-то посадить вот что-то такое а пока надо будет искать место у меня практически в общем-то его некуда ставить буду сейчас придумывать если ему не очень важно яркий свет а скорее всего важно поэтому надо будет искать место на подоконнике я так думаю убрав оттуда какой-нибудь фикус который как раз не сильно любит солнце вот а еще пришли пока шла на пока шла ботанический сад пришли 3 посылочки небольшие здесь какая-то мелочь но мы наверное сейчас тоже я вскрою посмотрим что мне там с алиэкспресса пришло ну вот еще пара минуток покажу куда его пристроила вот в этот уголочек я думаю что здесь ему будет хорошо мало кому мешает он довольно такой по крайней мере сейчас прозрачный и вот это хамильдарей не будет закрываться от солнца им второй раз уже и опрыскиваю и обрабатываю октары в надежде что тут мучнистый червец который на ней показался скончается ну сложно сказать какие-то новые листочки начали выпускаться будем надеяться что все таки я справилась с этой напастью и пока вот все тут так вот достаточно тесненько но чувствует себя прекрасно ну потому что лето свежий воздух света хватает пока у меня вот так вот были небольшие перестановки но в целом ничего такого особенного и так смотрим посылочки несколько интересных вещиц которые я очень давно ждала боялась что уже они не придут но рада что все таки китай не обманывает долгими путями какими-то там не знаю перекладными по два месяца каким-то образом это может там буквально пешком оттуда доставляют но все таки в основном приходит редко-редко когда получается что они по дороге куда-то пропадают давно хотела вот на такой очень длинной цепочки какое-то украшение почему именно такое потому что она со съемными кнопками я уже рассказывала об этой идее съемных кнопок у меня уже есть подобные прошения сейчас покажу вам как это выглядит например они есть самые разные я еще жду одно с тремя кнопочками вот это с двумя кнопочками они снимаются это очень помогает разнообразить например имеющиеся у тебя украшение если ты куда-то едешь и не хочешь брать много ты просто берешь парочку и разные кнопочки кнопочки вот они такие всякие разные разнообразные тоже можно заказывать очень красивые и они легко прикрепляются вот можно какую-то такую например поставить если вы одеваете что-то голубое можно поставить зелененькую например сюда даже не знаю какой поставить потому что они все мне так нравится это розовенькую ну давайте временно хотя бы прикрепил это ведь у них сзади такая штучечка не очень легко вот так раз и все и защелкнулись замечательная вещь прекрасно и есть такого же типа браслетики кольца то есть можно собрать какой-то комплект мы при желании сейчас конечно комплектами редко кто носит тем не менее вот так вот у вас готовые украшения со съемной кнопочкой замечательным и хорошая такая цепочка видно что с ней ничего не произойдет это просто металл такие не чернеют обычно ничего с ними страшного не случается так от гребли подальше следующее что было это браслетик браслетик керамический из керамических бусин поэтому он ну качественные красивые у меня уже примерно аналогичный был но этот двойной мне хотелось что-то одинарное потому что не всегда хочется наматывать много что-то себе на руку замечательно носится прекрасно на резиночке хорошо смотрится очень так сейчас я тоже наверно смогу одной рукой как-то на себя все это вот так вот одеть потому что легко это все делается здесь еще дополнительно такое украшение виде вот рыбки наверное какой-то они не очень дорогие всегда когда ищешь там по-моему присутствует слово тибетский браслет не знаю почему может быть именно там их собирают на тибете но так или иначе вот эти бусинки мне нравятся цветовое сочетание то что на резиночке в общем все что мне нравится и даже эта рыбка мне нравится такой чудесный браслетик замечательно будет две брошечки что самое интересное я забыла что я вот эту брошу заказывала и заказала ее второй раз ну может быть конечно она будет похожа на другого большего размера хотя думаю скорее всего будет точно такая же почему-то я предполагала что она будет большого размера вот как это желтенькая она небольшая но зато легенькая такие жемчужинки здесь приятные и вот где-то заколоть так но как-то свет так падает у меня отсвечивает а мне хочется вам ее показать во всей красе здесь не предусмотрено никакого ушка чтобы вешать ее как кулончик поэтому только как брошечка может она быть здесь вот это позолота конечно внушает некоторые у меня сомнения в долговечности мне кажется что она довольно скоро начнет темнеть ну какое-то время поносить можно само по себе изделие очень такое изящное красивое и 2 тоже только как смотрю брошь очень смотрелось интересно и эффектно на фотографии в жизни но вот то что немножечко такие грубоватые крупные сделаны насечки как бы попытка сделать какую-то огранку может быть лучше если бы она была просто ровное стекло гладкая ну хотя так тоже в общем то ничего зато золотистая желтенькая веселая и даже вот этот маленький внизу маленькая капелька тоже так обработана красиво немножко более темное такое темное позолото как бы поэтому даже если она где-то чуть-чуть начнет чернеть это будет смотреться как будто бы это такая винтажная брошь вот такие вот интересные на мой взгляд посылочки у меня как-то там крупных вещей сейчас не идет а идут какие-то вот такие мелочи на мелочи иногда способна доставить мне кажется даже больше удовольствия чем что-то большое полезного мало что идет в основном такие вот красивые какие-то вещицы самые разные ну вот так вот такие вот еще сегодня были посылочки помимо покупки цветочка то есть день замечательно задался с самого утра теперь уже можно спокойно попить чаю заварить вот в этом чайнички уже давно хочу его опробовать который тоже получала с китайского сайта мне очень нравится очень качественная вот эта сеточка и хочется какого-то именно такого травяного интересного чая сделать и давайте наверное сходим на кухню посмотрим что у меня вообще осталось из чаев и что можно здесь заварить я тут как-то стала перебирать смотреть баночки с медом их так много еще есть прошлогодние такой темный гречишный наверное мед надо кушать что же на меня тут стоит поэтому специально все выбрала уже начинает засахариваться но это и правильно значит правильный мед надо его как-то употреблять полезная все-таки эта вещь мед а чай попробуем составить из разных травок хотя у меня есть вот такие различные готовые уже травяные и я последнее время очень люблю ромашковый чай но сама составляю вот всякие такие разные здесь душицы я вижу есть липа мята наверняка должна быть если нет там и и добавим и сейчас что-нибудь такое замутим ну вот чай заваривается заметила что конечно многие травки которые у меня есть уже состарились надо их обязательно заменять на что-то свежее новое вот чем я и озабочусь наверное в эти выходные поезжу съезжу на центральный рынок посмотрю как там что там частенько что-то продается бывает и в нашем районе бабушки продают со своих огородов но во всяком случае самые основные мяту ромашку зверобой душица липу я уже насобирала сама иван-чай я уже насобирала сама но такие вот из которых получаются неплохие сборы есть конечно можно покупать и готовые но мне кажется всегда как-то интересней живее самому все это делать я тут что-то есть сладенькое даже немножко к чаю как-то без сладкого скучно внизу сидит мушенция опять сегодня отказалась идти на прогулку дома все вроде чувствует нормально но после того как на прогулке я стала как-то нехорошо она выходить не хочет хотя и предлагаю с утра но не заставляю да мушка будем надеяться что это не такое временное бывает какие-то какого человека непонятно иногда там что-то заболит и испугается и тогда уже осторожничает подождем сколько нам там надо ждать травяные чаи все-таки чуть чуть подольше завариваются поэтому можем пока о чем-нибудь поболтать так немножко поболтаем кстати хочу рассказать что вчера когда гуляли ботаническому саду вечером вечером там вообще прекрасно просто немного людей но вчера был какой-то наверное какое-то мероприятие банкет было много музыки еще занимались фитнесом девочки там под музыку около ренджереи скакали тоже было интересно понаблюдать и заметила что на том поле где обычно всегда георгены высаживали на этот раз они решили то ли сменить то ли дать земле отдохнуть а может быть наоборот ее наполнить какими-то новыми полезными веществами повернуться немножко поудобнее и посадили там разные овощные культуры там растет потрясающий салат свекла морковка картошка кабачки сельдерей петрушка надо будет мне как-нибудь сходить поснимать потому что они там такие шикарные не знаю чем они их подкармливают наверно те кто занимается ботаникой они знают как правильно ухаживать за растениями и они просто там как как на выставку вот прямо снимая относи на выставку очень здорово мошенцы давайте чё на меня смотреть давайте лучше на мошенцы будем смотреть а я еще вам что-нибудь расскажу мы будем на тебя смотреть потому что ты самая милая чихуашка на свете самая замечательная которая так хочет и любит ласку что просто все время требует ее ото всех ото всех и от гостей и от хозяйки вчера мне муж рассказывал что в канаде сделали такой эксперимент объединили дом престарелых людей с детским домом и мне кажется это просто гениальная идея на самом деле там этот эксперимент тоже показал что сразу всем стало хорошо дети как бы обрели бабушек дедушек соответственно бабушки и дедушки обрели внуков и внучек если вы заметили если вы заметили то связь между именно бабушками дедушками и внуками внучками она даже иногда сильнее чем между родителями родители всегда чем-то заняты а люди уже более пожилые они имеют как раз желание время заниматься маленькими детьми и даже энергетически очевидно тоже у детей избыток энергии они могут ею делиться с людьми пожилыми а пожилые люди как раз получают немножко больше как бы жизненной силы так что идея прекрасна и было бы здорово если бы может быть у нас когда-нибудь до этого додумались бы они так не отделяли бы в отдельные дома детей в отдельные дома престарелых людей у нас в латвии очень большой процент людей именно старшего такого поколения молодые все разъехались и со временем здесь ну и сейчас уже на улицах видно что очень много именно людей старше 50 60 70 80 то есть очень много людей требующих и забота и внимание и конечно многим одинокое и социальные службы у нас не настолько хорошо работают и поставлены чтобы как ну как где-нибудь может быть в германии или еще где-то где-то все это уже отработано где к тебе придут на дом и если что там поинтересуется по крайней мере а спросит как и что у нас вряд ли кто придет поинтересуется те самому придется бегать там выпрашивать социальную помощь чтобы кто-то к тебе приходил и на эти работы тоже идут люди которые больше нигде не могут устроиться и часто тоже уже пожилые люди и в общем конечно все это так у нас довольно поставлено нехорошо очень маленькие это сама платят деньги тем кто ухаживает соцработником единственное сейчас стали делать так что может например собственный ребенок стать соцработником например у своей мамы как у меня соседка сделала она там зарегистрировалась и она как бы ухаживает за мамой которая живет отдельно за одинокое и соцслужба за это ей платят деньги деньги не безумно большие но так как это свой человек и далеко ходить не надо и никаких выслушивать лишних там как от пожилых людей тоже бывает они разные вот претензий не надо то какие-то сто двадцать сто тридцать по-моему она говорила евро в месяц она получает и в общем то все довольны и мама довольна и она довольна и мама присмотренным вот так у нас сейчас бывает можно конечно также договориться и соседкой какой-нибудь и я так понимаю что со временем действительно вот процент пожилых людей будет настолько большой что эта помощь будет очень необходима и любые службы которые будут этим заниматься они будут здесь востребованы потому что ты решила меня покусать а тебе ты меня решила покусать у тебя игривое настроение мушенцы на улице не хочешь и кусаться хочешь ух ты маленькая моя ну я рада что у тебя хорошее настроение а то всегда волнуешься если что-то не так 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 ну так пока мы свой болтали пока мы играли время идет чай-то уже настоялся давайте-ка попьем чаю так что сиди играйся тут пока сама собой отдыхай зевнули на прощание лапка махни и все и переходим опять на чайный столик ну вот я уже чаевничаю а заодно покажу вам какие-то программы которые я тут зачем-то скачала вчера от нечего делать не спалось и решила попробовать что-нибудь скачать скачала такой точный высотометр зачем он нужен непонятно он всегда показывает якобы на какой высоте ты находишься вот я сейчас на высоте 12 метров из чего можно сделать вывод на каком этаже я живу зачем это надо не знаю но наверное интересно скачала термометр ну он показывает в сущности ту самую так извиняюсь это я еще установила опять вебер и ватсап и вот мне иногда приходит сообщение сейчас надо будет ответить вот термометр показывает я так понимаю что не то что в комнате а то что на улице и то он берет данные очевидно и тоже из гесмети или еще откуда-то забавно по-своему ну вот 23 градуса 64 процента влажность и 763 миллиметров ртутного столба не знаю кому-то это интересно может быть или нет так вчера купила откупила скачала еще пение птиц я думала здесь будут такие пение птиц в лесу но здесь пение конкретных птиц хотя я думаю что может быть иногда это даже и так ну что же здесь злая утка например как звучит сейчас было бы интересно посмотреть на мою муху как она все это смотрит зов пестрые неясыти ну наверное по-своему интересно песня птицы песня птицы какой то ну такая в общем довольно таки интересная какая то диалог двух куриц не знаю очень очень такая ну пускай скажем нравится это приложение прикольно так потом еще на эту тему мне не спалось я тут качала всякое разное что-то уже удалила какие-то релакс музыки они почему-то мне не запускались а вот отдых в лесу кстати говоря мне понравилась хорошая такая именно конкретно звуки леса ну может быть немножко однообразная сейчас запущу вот они вам так вот будут мило чирикать здесь есть еще по моему какие-то варианты так как как бы перейти я еще вчера я вообще не могла понять как он останавливается и здесь помимо отдыха в лесу есть что-то еще брук осенью есть какой-то давайте запустим такой вот звук горного ручья скажем так слышно могу погромче поставить так а что вот это интересно дерево на 50 процентов стоит тоже что-то со звуком связано ну мне показалось что довольно неплохо я люблю звуки природы так брук в лесу ой уже что-то переливается ну в общем вот такая всякая всякие забавные приложения которые можно скачать которые можно скачать вот в play market в общем я не знаю что вы качаете какие я тут иногда смотрю конечно есть интересные программки по грибы например определители грибов но многие его там в отзывах ругали что он неправильно определяет шумометр например вроде как бы и не нужен увеличительное стекло уже есть готовое прогноз клёво анекдоты в общем чего-то только нету вот так что рассказывайте что вы интересное скачиваете лекарственное растение вот наверное или лунный календарь на лунный календарь тоже ругали говорили что он тоже не точно показывает несоответствия всегда читаю отзывы может быть этот получше календарь сейчас давайте посмотрим медленно что у меня с интернетом вообще не понимаю в телефоне так ну пишется что да здесь как-то перескакивает косяки какие-то разные то есть еще не отработано то есть не совсем правильно тогда лучше смотреть конечно в интернете наверное ну вот так а что скачиваете вы с телефона какие у вас интересные программки подсказывайте невозможно уже все знать может быть как раз вы что-то такое хорошее сможете подсказать чем можно воспользоваться у меня еще есть у меня мало у меня есть яндекс такси вот эта программка которая меня иногда спрашивает мой шагометр как она выглядит вот такая вот она вот сегодня мало сегодня только около трех тысяч шагов пока прогулялась так что тут еще мапсми показывает ну хорошо вроде бы он показывает где можно ходить гулять где ты находишься в общем не хочется пока запускаться у меня он такой тормознуто немножко ну вот так вот на этом с вами пока прощаюсь буду пить чай заниматься домашними делами вам всего хорошего и до новых встреч до новых встреч до новых встреч